Валентина Говорливая В стародавние времена были люди, которые тоже этим занимались. В том числе наш недавний знакомый царь Саул тоже встал на этот скользкий путь. Мы попросили специального корреспондента кукольной службы новостей разобраться в происходящем. Да, он-то уж точно там во всем разберется. Просим вас, Александр. Привет, друзья! Снова с вами Александр Непутевый. Я нахожусь рядом с недавно избранным царем Саулом. И мне кажется, он чем-то удручен. Добрый вечер! Я вам не помешаю, если задам несколько вопросов? А, это ты опять. Ну, спрашивай. Я все равно сейчас в ожидании. Вот как? И чего же вы ожидаете? Волшебницы. Ух ты! Ни разу в жизни не видел волшебниц. А зачем вам она понадобилась? Раньше, когда у меня возникали проблемы, я советовался с Верховным Судьей Саулом. Ага. Но он недавно умер. А наши враги, Филистемляне, вот-вот нападут на нас. Ха. И вы считаете, что волшебница поможет одолеть Филистемлян? Нет. Я всего лишь хочу, чтобы она вызвала Дух Самуила из царства мертвых. Может быть, она посоветует мне, как уступить? Ну, подождите. Ну, насколько я знаю, ваши законы запрещают вызывать Духов. Да. Мы предаем смерти тех, кто делает такое. Так сказал нам Господь. И даже повелел выгнать из страны всех гадателей, прорицателей и волшебников. Лишь одна только волшебница. Включение здесь осталось. А вы не боитесь, что Бог вас покарает за неисполнение его закона? Я думаю, у меня нет сейчас другого выбора. Я спросил совет у Господа, но он не отвечал. Наверное, я сделал слишком много решений перед ним. А вот и она. Ой, что-то у меня очень нехорошее предчувствие. Ах, так это тебе я нужна? Нет, нет. Не бойся, я тебе ничего не сделаю. Зачем ты просил меня прийти? Ты должна вызвать Дух умершего Самуила. Самуила? Ой, ой. Ты что-то видишь? Говори, говори, что ты видишь? Вижу. Вижу, поднимается как бы из-под земли человек в белом одеянии с бородой. Это Самуил. Это точно он? Кто потревозил меня? Я всего лишь хотел спросить тебя совета. Если меня не готовится напасть на нас, их очень много, что же мне делать? За то, что ты не слушал Господа Бога твоего, и еще вызвал духов, завтра же будешь в царстве мертвых. Нет, нет. Я хотел же как лучше. О, горе мне, горе. Что же я наделал? Извините, пожалуйста. А вы бы не могли рассказать сейчас о том месте, где вы находитесь сейчас? Тебе лучше самому все увидеть. Я могу взять тебя с собой. Ой, может быть, как-нибудь в другой раз, а? Чего ждать? Идем прямо сейчас. Я, наверное, подумаю. Александр Непутевый специально для куколи службы новостей. Ну, смотри сам. Да, кажется, у нашего корреспондента Александра Непутевого снова проблемы. Но мы надеемся, что у него все будет в порядке. А теперь еще одна новость. С прискорбием сообщаем вам, что первый царь народа Израиля, Саул, погиб после того, как враг окружил его со всех сторон. Также погибли и его сыновья. А новым царем стал Давид. Хочется думать, что его отношение с Богом сложится удачнее, чем у Саула. А мы хотели бы дать вам совет. Никогда не занимайтесь гаданием и вызыванием духов. Как свидетельствует увиденное, это не привезет вам ничего хорошего. А сейчас кукольная служба новостей завершает свою работу в эфире. В следующей передаче мы дали нашему специальному корреспонденту очень необычное и трудное задание. А какое вы узнаете, если будете смотреть нас ровно через неделю? Передачу для вас сегодня провели Валентина Говорливая и Григорий Кулебякин. Всего вам доброго!